Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас платиновые испытания союзники. В этом испытании 3 эпизода будем добывать особые ингредиенты для прокачки героев на 7 максимальную ступень. И для первого боя, друзья, давайте-ка я возьму команду самых жутких мутантов. Итак, Змей Кьюн, Крип, возьмем Капицелицева, Джастина и Паукуса. Ну что ж, друзья, итак, вперед в атаку. Давайте-ка сразимся. Кстати, Джастин это инопланетян, а не мутант, насколько я помню. Тем не менее, вот такая вот получилась интересная команда. И первый бой начинает Паукус, нанося ударик когтями по морозной кошке. Досталась морозной кошечке, та выживает, но ненадолго Змей Кьюн ее добивает при помощи вот какой-то слизи. Крип тем временем привлекает внимание к себе и налаживает на врагов негативные эффекты дебафа. У врагов уменьшается защита, а Пицелицы тем временем забрасывает врагов раскаленным сыром. Ох, неплохо. Удалось на них наложить негативный эффект дебаф, плюс вот вонючая атака Джастина. Есть, удалось добить врагов. Без проблем прошли первую волну и переходим ко второй. Ага, здесь у нас встречает Мандагека, Эйприл Анил и Кейси Джонс. Что ж, продолжаем массовую атаку и Паукус забрасывает их сетью. Отлично, наносит целую кучу повреждений. Как видите, враг выживает ненадолго. Вот Змей Кьюн атакует при помощи ядовитых спор. Есть, вторая волна врагов уничтожена и мы переходим к третьей волне. Кто здесь у нас? Итак, Железная Голова, Кирби Мыш, Доктор Роквелл и Мандагека. И нам надо первым делом убрать вражеского хилера доктора. Поэтому Крип пытается вытянуть жизнь из Кирби Мыши. По мультику это отец. Эйприл Анил на него упал Мутаген. Ну, как-то так. Что ж, друзья, продолжим массовую атаку. И метает кольцо на Пицелице, подрывая врагов, уничтожая Кирби Мыш. Но, как видите, остальные враги выживают. Опять же ненадолго. Джастин атакует молниями из глаз, добивая Мандагека. А Пицелицей забрасывает Доктор Роквелла какой-то ядовитой слизью. Осталось только нанести добивающий удар Зимикюну. И мы получаем идеальную победу. Что ж, бой получился хорош, идеален. И, конечно же, наша награда. Основа, особое снаряжение союзники. Вот именно этот ингредиент нужен для прокачки героев на седьмую ступень. Вот просто чудесно. Кроме того, благодаря телепортикам я могу, друзья, вот еще попытаться добыть этот особый знак. Но, как видите, пока не очень результативно. Что ж, переходим ко второму эпизоду. Давайте, как тоже здесь ожидает. Кстати, команда монстров мне понравилась. Давайте-ка еще продолжим команду монстров. Тех, которых не участвовали. Итак, вот вижу, есть у нас мутагеноид. Давайте-ка я возьму змею Карай. Вот, ну, Алапекс не то, чтобы монстр, но уже и не человек. Давайте-ка мы тоже ее подключим к нашему отряду. Вот, Армагон и Нейтрализатор. Я тоже считаю, друзья, их можно вот посчитать за монстра. Поэтому, вот такая вот вторая команда. Что ж, довольно-таки неплохой отряд. Сильный. И мы сейчас его потестируем в сражении. Итак, сразу же два хила в одном отряде. Голупит и Кербимыш. И тот, и другой могут подлечивать. Причем, Голупит может прокачать уклонение. Поэтому, надеюсь, Алапекс его запинает ногами. Итак, удар с разворота. Хорошие пинки, но, как видите, Голупит жив. Жив, но, надеюсь, змея Карай его закусает. Итак, кусает, кусает и добивает. Вот, просто чудесно. Ну, а вот теперь уже можем применить и массовую атаку. Атака ракетами от Армагона. Взрыв. Часть здоровья удалось забрать. Неплохо. Плюс еще массовая атака мутагеноида. Есть, вторая волна, первая волна уничтожена. И мы переходим в второй уровень. Кстати, очень даже неплохо справился мутагеноид. Вот, конечно же, первым делом буду стараться выбивать вражеских лекарей. И нейтрализатор атакует хвостом телепортом. Есть, вот, морозная кошка отправленная на перерождение. А мы подключаем ниндзю, лисичку Алапекс. Вот, идет в атаку, уклоняется от сюрикенов. Вот, подставляется на это уловка. Она наносит удар со спины. Обману врага, подставив вместо себя колоду. Ну, как-то так. Что ж, неплохой бой. Давайте-ка я еще попытаюсь выбить кирби мыши с лиси. Змеи Карай атакуют, но, как видите, враг жив. Ненадолго. Армагон хватает огромный метеор и сбрасывает его на головы врагов. Удар и противник просто расплющен. Что ж, это была хорошая битва, хорошая победа, но впереди еще одна волна. Итак, Кейси Джон, Кожеголов, Слэш и Эйприл Анил. Вот, как я уже говорил, Эйприл мы будем, вражеских лекарем, будем выбивать в первую очередь. Вот, Алапекс наносит мощный удар, но, как видите, выживает, выживает Эйприл. А как насчет мутагена, которого шмыдляет мутагеной. И да, друзья, смотрите, удалось навешать на Эйприл негативный эффект, дебаф, постепенный урон. Ну, я думаю, сейчас массовая атака нейтрализатора. Взрыв ракетами без проблем выбивает и Эйприл, и Кожеголов. Все-таки это была очень мощная атака, и вот финальный, завершающий, добивающий удар наносит Змея Карай. Ничего себе, Кейси Джон до сих пор на ногах. Ну, после этого удара Акула, я не думаю, что он выживет. Итак, идет Армагон в атаку, кусает, грызет, подгрызает, и мы побеждаем. Что ж, чудесно. Итак, идеальная победа на три звездочки, и мы идем с вами дальше. Вот, получаем особое снаряжение союзники, что, конечно же, очень здорово радует. Что ж, замечательно, друзья. Итак, давайте-ка я попробую воспользоваться телепортиками. Вот, надежда есть, что все же удастся добыть этот знак, но пока как-то не очень. Что ж, вперед третью волну, в третий эпизод, и давайте-ка я возьму уже, вот, команд монстры у нас всюду сыграли, вот, не все люди, остались только люди. Что ж, берем Стиранка, берем Хана, берем Зека, берем еще Крысиного Короля. Вот, еще остался один слон на человека, и я думаю, кого бы взять для этой атаки. Вот, ну, давайте-ка возьмем кого-то хотя бы похожего на человека. Наиболее похожий, как по мне, это, вот, лисичка Алапекс. Больше вариантов нету, остальные очень уж тяжело похожи. Что ж, подключилась к нашим людям лиса Алапекс, и надеюсь, что у нее здорово получится. Вернее, мутант. Хотя, если посчитать Крысиного Короля, он тоже мутант. Вот, три человека, это Стиранка, Зек и Хан у нас в отряде. Ну, что ж, пусть будет пока так, и первым делом, вот, Алапекс атакует проклятыми клинками. Очень мощная атака, вот, по Эпил, та выживает, и Хан налаживает на вражеский, вот, отряд дебаф, негативный эффект, уменьшая защиту. Вот, отлично. Итак, Зек пытается поджарить врага при помощи световой бомбы. Кстати, неплохой прошел урон, а вот сейчас Крысиный Король выпускает Орду Крыс, который, шутя, наносит массовый урон и сметает Эпил. Но, как видите, остальные враги выжили и даже пытается контратаковать. Но массовая Стиранка, друзья, атаку мне жаль тратить. Поэтому, давайте-ка, вот, Кейси Джонса добьем гранатой. Ох, ничего себе. Вот, атакует Железная Голова, но я надеюсь, все же Алапекс его запинает при помощи ног. Итак, удар с разворота, и Железная Голова отправлен на перерождение, а мы переходим ко второму эпизоду. Кто здесь? Кожеголов, Керби Мыш, Доктор Роквелл и Макмен. И, конечно же, надо выбивать Керби Мыш в первую очередь. Удар Хана, ничего себе, с первого удара выбил Керби Мыш, это что-то невероятное. Дальше Зек метает свой шлем Бумеранг, налаживает на Макмена цепи, что, кстати, тоже неплохо. А вот Крысиный Король метает огромную крысу, которая подъездает здоровье Кожеголова. Лисичка Алапекс тем временем идет в атаку. Используя особую атаку Ниндзи Шиноби. Вот обманная атака, удар со спины, часть здоровья снята, но, как видите, враг выживает. Что ж, нужно попытаться справиться с Доктором Роквеллом. И Хан бьет по уязвимым точкам, но Доктор Роквелл выживает. Ненадолго! Да, друзья, наконец-то дошла очередь до Сиранка, и он стреляет со своим пулеметом, просто шутя выкашивает вторую волну врагов, и мы переходим в третий. Ох, как оказался, не прост враг, но, тем не менее, друзья, первым делом будем стараться выбивать Морозную Кошку. Хороший выстрел из пальца Зека, снимает часть здоровью вот кошечки Морозной. Та выживает, вот Крысиный Король пытается ее добить, но Морозная Кошка опять же выживает. Вот, но, наконец-то проклятые Клинки ставят точку, вражеский Хиллер уничтожен, а вот теперь, друзья, я думаю, у нас все пойдет полегче. Хан атакует Эприл Кунаичи, снимая большую часть здоровья, а вражеская Синегами атакует свою очередь при помощи стаил летучих мышь. Ох, ничего себе! Итак, вражеский сплинтер атакует Стиранка, и большая часть здоровья Стиранка в красной зоне, а Эприл Кунаичи поджаривает наш отряд электрическим разрядом. Я просто в шоке, друзья. Итак, мы потеряли Стиранка. Я очень надеялся на его массовую атаку, а вот теперь, друзья, я не уверен, что мы сумеем победить в этом сражении. Враг оказался непрост. Вот вы видите, что сделается, и, возможно, здесь сейчас мы даже проиграем. Итак, Хан пытается выбить Эприл Кунаичи, это не получается, а вот Зек сумел. Что ж, друзья, теперь давайте-ка я попытаюсь справиться со Слэшем. Итак, Алапекс атакует при помощи проклятых клинков, снимая часть здоровья. А у Хана обновилась способность, и он налаживает на врагов негативные эффекты дебафа, уменьшая защиту. Что ж, это, конечно же, радует. Вот, надеюсь, что Крысиный Король справиться со спринтером не справился. Но, возможно, световая граната Зека, вот, принесет какую-то пользу. Да, урон прошел, но, опять же, враг жил. Враг жил, пытается контратаковать, но здоровье у Ниже у него по минимуму. Итак, удар о лисичке Алапекс ногами. Вот еще удар с разворота, и спринтер отправлен на перерождение. Вот, теперь Хан пытается справиться со Слэшем. Удар с разворота ноги, и враг уничтожен. Вот, а Синегами тем временем выбивает нашу лисичку Алапекс. Что ж, три против одного. Мне кажется, друзья, у нас есть неплохой шанс, но я был, честно говоря, удивлен, что вражеская команда оказалась крута, и победа достается нам с большим трудом. Итак, Хан бьет по язвимым точкам. Вот, жизнь с Синегами красной зоне, и добивающий удар уже наносит Крысиный Король, и мы празднуем победу. Но победа, друзья, как видите, вот вышла с большим трудом, всего на одну звездочку, и наша награда это снаряжение союзники. Вот, не могу я воспользоваться телепортиками. Телепортики, вот, работают только там, где три звездочки. Тем не менее, я могу собрать ингредиенты из других эпизодов. Ну, как-то вот так. Что ж, друзья, все, все вот кусочки сыра я потратил. Вот на этом уже сегодня с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новой серии. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео, и я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.